В тему полководцев только современность спецаберации, которую проводит Россия на территории Украины. Политики, которые сидят у нас здесь в студии, говорят, что другого выхода не было. Но это политики. Вы представитель церкви. Скажите, пожалуйста, все-таки был ли другой выход, на ваш взгляд, и что привело к нынешней ситуации? Ну, чтобы знать точечно вопросы военной стратегии, нужно иметь на руках документы, разведданные, и все это аналитические записки от соответствующих профильных служб. Когда перед человеком на пляже, что такое власть? Власть-то ответственность. Власть-то не хихи в камеру, и не там «здрасте-здрасте, к нам приехал, Иван Сергеевич дорогой». Власть-то тяжелейшая плита, бетонная плита ответственности, которая лежит не на мне. В данном случае у меня есть своя зона ответственности, и в этой зоне ответственности моя ответственность тоже тяжела. Ну, как и у любого человека, есть своя зона ответственности, там есть своя тяжесть. А власть, верховная власть, это зона ответственности, стратегической ответственности за будущие поколения и за сегодняшний день. Конечно, с точки зрения человека, который хочет жить просто комфортно, допустим, Владимир Владимирович мог бы досидеть до того, чтобы он ушел бы со своего места, да разбирайтесь вы сами со всем этим, и с НАТО, и с Украиной, и с ядерными боеголовками, и с базами НАТО, приблизившимися к нам, совсем, короче, я пошел отдыхать. Но как ответственный человек, он взял это на себя, оно ему надо, как городовому гражданину, ну, конечно, нет, он берет на себя тяжелейшую ответственность, потому что в этом и есть функция власти. Исходя из того, что перед ним мы-то не видим всего, если мы приходим в ресторан, то мы даже запаха с кухни не слышим, нам приносят и уносят, а что там делается на кухне, мы не знаем, правда? Ну и так везде, то есть мы видим витринные какие-то вещи в жизни, а вот эту кухню всю внутри мы не знаем. В конце концов, как говорил один римский сенатор, когда его упрекали, почему ты развелся с своей женой? Она же такая, она красивая, умная, благородная, такая-сякая, он, говорит, показал им свою там сандаль, говорит, хороша обувь, кто из вас знает, где она жмет? Понимаете, значит, так же и мы с вами должны все-таки знать меру своих этих там фантазий, как бы, значит, у меня нет ни малейшей тени сомнения в том, что верховный главнокомандующий, глава нашего государства, поступил, исходя из сложившейся исторической ситуации, которая ему не нравится, как и всем нормальным людям, но которая вынуждает человека делать те шаги, которые он вынужден делать. Например, ложится на операцию, кому нравится? Никому. Но нужно лечь на операцию, чтобы жить дальше, если ты хочешь жить дальше. Если наша страна хочет жить дальше, значит, нужно производить болезненные действия. Перестройка-то касается и всего нашего общества, это же болезненная операция и для нас тоже. То есть, какой, кто бы когда придумал, значит, такое, что там поубегает, эти-эти-эти убегут, значит, эти-эти-эти, там, значит, отменят, то это, там, что там баллонская система, там, уйдет туда, значит, уйдет сюда, чтобы, значит, уйдет такая перестройка, то есть, народ начнет говорить в полный голос о том, что ему надо, что он хочет. Да, это где-то, где-то такое было придумано, значит, это значит, во-первых, что Украина и Россия это одно и то же, один и тот же народ, поскольку все, что решается в Украине, оно глубинным образом затрагивает перестройку самой российской жизни.